Педа объясняет, что победа над судьбой возможна, если активен разум. Будем включать такие термины в беседу, которые не всегда понятны, но я буду по ходу дела объяснять. Разум — это такая функция психики человека, которая даёт возможность побеждать судьбу. Это инструмент. Этот инструмент усиливается и становится активным только в атмосфере спокойствия и мира. Если человек взволнован, обижен, напряжён, разум ослабляется. Если он спокоен, умиротворён, тогда разум усиливается. Атмосфера мира создаётся с помощью любви. А мужчина, который сидит за колонной, должен поменять дислокацию. Вы должны сесть в другое место. Я хочу вас видеть, потому что мы с вами по судьбе должны были встретиться сегодня. А за столбом мы не встретимся. Я не смогу с вами встретиться, и я буду потом печалиться. Спасибо вам большое. Ещё если кто-то за столбом сидит, пожалуйста, мы должны с вами встретиться. Вот вы, мужчина, меня видите одним глазом только. Мы с вами встретились только с вашим левым глазом. Хорошо. Нельзя разговаривать по телефону в время лекции. Это невозможно. Надо всем отключить свои мобильные телефоны. Давайте теперь вы пересядьте. Потому что некоторым людям нравится, когда дует. Вот кому нравится, поднимите руку, что дует. А вы пересядьте. Да? Ну, хорошо. Хорошо. Можно так. Но есть вероятность, что им станет душ, на котором нужен ветер. Когда мобильник будет звенеть, обязательно тогда, когда нам очень нужно, будет тишина. Потому что мы связаны с близкими людьми. Веды объясняют, что эта связь происходит через нашу психику. У нас есть такая функция психики, называется ум. Тонкое тело ума. Мы связаны с близкими. Когда нам будет очень хорошо, они сразу начнут звонить. Так человеку звонят, когда он кушает, спит, еще что-то делают. Все звонят сразу. Потому что человеку становится хорошо. Так же на лекции тоже. Поэтому мы выключаем мобильные телефоны на время. Свою связь, мобильную связь с близкими людьми останавливаем на время. Важно. Иначе вы будете мешать разговорами с другими, другим людям слушать лекцию. Веда объясняет, что есть всего три структуры вот этих психических, в которых мы живем. Мы живем именно не в грубом теле, а в тонком. Если, допустим, у человека нет руки, он остается тем же сам, человек. Да. А может воспринимать мир так же счастливо? Может. Тяжелее, но может. Без руки может. Я слышал, что один негр, у него как бы половина мозга в аварии. Он потерял половину мозга. Все функции сохранились. Память, все полностью. Вот одной половины он функционировал. Но был таким же человеком. Не поменялся. Когда человек, мы когда были маленькие, мы те же самые люди были или другие? Те же самые. Это означает, что тело постоянно меняется, а психика остается той же самой. Она просто развивается. Она становится более опытной. То есть есть психическое тело, которое является основой для нашей жизни. Причем интересно знать, что принципиально психическое тело мужчины и женщины отличается. Причем отличие не в структуре психического тела, а в его силе. Например, у мужчины в психическом теле есть каналы, которые связаны с мужской деятельностью, с мужскими функциями. Они у мужчины работают в три раза сильнее, чем у женщин. Они даже связаны с правой частью тела. Поэтому правая половина тела, глаз, ухо, нос, правые, они имеют мужские функции. Функции воли, решимости, желаний. Желания идут через правый глаз, действуют. А левая половина тела связана с женскими функциями. Например, нежность, доброта, женские энергии. Они идут через левый глаз. То есть у нас психика закреплена за какими-то каналами психическими. Наша психика. Там внутри, в уме движутся эти каналы. Есть два типа каналов. Один связан с регуляцией здоровья. Эти психические каналы, они питают энергией счастья наши органы. Нам нужна энергия счастья. Энергия счастья потребляется умом через чувства. И наполняет наш организм здоровьем. Без счастья здоровье невозможно. Да, человек болеет, значит, не хватает какого-то вида счастья. Другой вид каналов тонких психических наполняет счастьем нашу жизнь. Психические функции. Жизнь означает психические функции. Есть у нас другая часть тонкого пространства, в которой мы себя осознаём. Это пространство называется чувство собственного достоинства, или аханкара на санскрите. Ум на санскрите звучит «манус», а разум — «будх». Три части нашей жизни. Они функционируют все синхронно. Чувство собственного достоинства пронизывает всё наше существование. Оно нам говорит о боли и счастье. Оно нам показывает на боль. Если мне больно, это действует эгоизм человека, или чувство собственного достоинства. Это одно и то же. А если боли нет, значит, он удовлетворён, этот эгоизм. Эгоизм, когда он захватывает всё существование, или страх о своём существовании захватывает всего человека, в этом случае человек лишается разума. Он не ведёт себя разумно. Допустим, мы когда летели в Минск через Литву, мы в Вильнюсе делали посадку, и самолёт попал в тучу грозовую. Его вот так начало трясти там внутри. Было такое ощущение, что мы сейчас просто упадём, полежимся управлением. Не так вот трясти начало, а вот так. Очень сильно. Первый раз в жизни я такое испытал. И в это время все орали в самолёте. Если спросить человека, зачем ты кричал, тебе нравится кричать? Он скажет, нет. Он скажет, я кричал, потому что было всё неожиданно. Я тоже там как-то покряхтел. Я даже себе не ожидал, что я так буду речь. Когда усиливается эгоизм, разум пропадает. Люди начинают истерить, ругаться. Это от боли всё происходит. Обвинять в этом человека глупо. Боль всегда вышибает разум. Если люди думают, что каждый человек должен быть всегда разумным, это просто незнание, как работает наша система вся. Человек может выключиться, разум может выключиться, когда он голоден, не хватает воздуха, не хватает воды. Разум выключается. Но иногда разум выключается в тех ситуациях, когда он не должен выключаться. И в чём заключаются наши обязанности, мужчины и женщины? Не выключать разум тогда, когда его можно не выключать. Ну то есть надо понять, почему он выключается сначала. Так действует эгоизм. Он заполняет наше существование страхом. Мы не можем ничего себе гарантировать, когда у нас есть этот страх в сердце. Страх означает просто нехватка энергии счастья и всё. Это тоже механика. Когда человеку чего-то не хватает, он боится и начинает вести себя эгоистично. Когда вся жизнь человека наполнена эгоизмом, то эта жизнь называется в невежестве. Невежество означает разум, который побеждает судьбу. То есть есть ум, в котором мы живём, есть эгоизм, в котором мы себя осознаём, а есть разум, в котором мы побеждаем свою судьбу и делаем её счастливой. Это инструмент для победы над судьбой, разум. Я просто сейчас теоретически говорю, но по процессу лекции вы будете лучше понимать, что такое ум, что такое разум, что такое эгоизм. Без этого невозможно понять, как жить. Если не знаешь, что рукой надо брать стакан, то тогда ногой будет брать сложнее. Есть, конечно, и те, которые ногой умеют, но это уже сложнее и некрасиво. Правда ведь? Мы не можем заменить умом разум. Итак, здесь больше никто не говорит, кроме меня, на лекции. Так действует мой эгоизм, простите. То есть если кто-то начинает говорить, у меня разум пропадает, эгоизм включается. Я ничего не могу сделать с этим. Если вы мне поможете в этом вопросе, то я буду очень благодарен. Итак, очень важно понять, что вот эти все три функции психики человека, они должны быть нами опознаваемы. Мы должны знать, как работают эти все инструменты и почему. Иначе тогда наши ожидания от жизни будут наполнены страданиями. Мы не будем понимать, что происходит. Из-за этого будем мучиться. То есть наша лекция, тема, предназначена для прояснения этих вещей. Мы должны разобраться во всех этих вопросах. Например, мы должны знать, что пять чувств человека имеют вечную природу. Они не пропадают вместе со смертью тела. Потому что ум тоже не умирает. Ум человека не умирает. Тонкое тело, психическое тело не умирает. Вот человек, когда спит, он себя не понимает. У него ум работает в это время? Да. Точно так же, в такое же неправильное состояние человек выходит, не понимает себя какое-то время в тонком пространстве. Но интересно знать, что он, когда выходит из грубого тела человека, то он через какое-то время начинает себя понимать уже. Удивительно знать об этом. Он всё видит со стороны. Это доказано учёными современными. Есть такой учёный Моуди. Он написал книгу «Жизнь после смерти». Он там клинические состояния, клинической смерти исследовал. И он спрашивал людей, которые 4-5 минут там были на искусственном дыхании. Они не дышали сами в это время. И они видели всё как сверху, как стороны. Тонкое тело уже выходило из грубого в это время. Целую диссертацию он написал на эту тему. То есть Высоцкий был прав. Когда он пел «Хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Если туп, как дерево, родишься баобабом, а если жил свиньёй, останешься свиньёй». Это закон судьбы, так действует. То есть можно видеть, некоторые люди говорят другим людям, «Слушай, ты раньше был нормальным, а сейчас на свинью похож». То есть Веда объясняет, что тонкое тело называется телом желаний. Если человек хочет жить, как свинья, то у него происходят также внешние изменения, похожие. Это тело желаний, тонкое психическое тело. Но наши желания меняют даже в какой-то степени грубое тело. Но не сильно. Всё равно человеческое тело в тело свиньи не превратится. Только в фантастических фильмах. Но изменения внешние есть, можно заметить. Таким образом мы должны жить по-человечески, правда, в человеческом теле. И для этого нужно знание, как правильно жить. Мы должны изучать это. Это описано всё в древних писаниях. Там достаточно просто на них опираться. Причём нет разницы с точки зрения изучения. То есть мне нравится, как всё написано в Коране, в Библии, в Торе, в Ведах. Просто я лично изучал больше Веды, потому что там для меня более доступно. В чём эта доступность заключается? Там объясняется механика жизни человека, механика работы психики подробно. Как работает, допустим, тонкое тело. Там объясняется, что чувство слуха связано с разумом. Оно усиливает разум. То есть через звук можно поменять жизнь человека. Всё, вывод очень простой. Именно через звук, не через взгляд. Если я буду, допустим, вот так вам, то жизнь ваша не будет меняться сильно от этого. А если я буду что-то говорить, то она будет меняться. Вопрос только в какую сторону. Надо разобраться в этом вопросе. Я разобрался, изучал это. И потом впоследствии пришлось защитить кандидатскую диссертацию по своим лекциям. Доктора наук, 40 человек, согласились, что жизнь меняется в лучшую сторону. То есть они изучили мою диссертацию. Там хорошие результаты получились от слушания лекций. Большинство людей бросали пить, курить, сохраняли семьи, сохраняли себя на работе, устраивались на работу. Здоровье улучшалось у многих. Чувство осязания связано как с разумом, так с умом. И, допустим, если человек грязнули, он ходит в грязном, говорится, что разум мутнеет у такого человека. Неосознанно. И может трудно себя что-то заставить делать. Часто женщины понимают, что в грязном квартире невозможно сосредоточиться. Нужно, чтобы было всё чисто, тогда можно спокойно жить. Иначе невозможно просто нормально существовать. Почему так? Почему мужчина нормально в грязной квартире живёт? Ненормально, правильно живёт, но не понимает этого сам. Почему так? Ведь сразу возникает вопрос. Отвечаю. У женщины разум усиливается в чувствительности. Есть две характеристики тонкого тела. Чувствительность и сила. У мужчины разум увеличивается в силе, но он не знает, куда идти. Он сам до конца не понимает, мужчина, куда эту силу направить. У женщины разум увеличивается в чувствительности. То есть она знает, как правильно, но силы не хватает сделать. Мужчину не хватает силы делать, как он понимает, но он не знает, как правильно. Женщина знает, как правильно, но сил не хватает. Именно по этой причине мужчины есть один вид несправедливости. Слушайте меня, мужчины. Этот вид несправедливости такой. Женщины вас будут мучить, чтобы всё было правильно, а не себя. И это правильно. Услышали, да, этот момент? Это вот строение психики человека. Можно обратиться к футболу? Да, да, это я согласен с этим. Я сейчас, ребята, пожалуйста, невозможно. Видите, она очень чувствительна, потому что она женщина. И ей нужно помочь сейчас мужчине какому-то. Я обратилась к вам, да? Вот смотри, тихо-тихо, спокойно. Я такой мужчина. Я сейчас ей скажу. Посмотрите на меня, пожалуйста. Вы не волнуйтесь. Всё, наладим. Мы здесь только для вашего счастья. Теперь, смотрите, задаём ей вопрос. Задаём вопрос. Вам легче стало слушать? Да. Значит, что ей нужно было? Убрать звук или просто поддержку? Пообещать. Пообещать. Нужна поддержка, правда? Женщинам нужна поддержка. Почему? Потому что разум чувствительный и очень подвижный. Видите, убралось всё, нет шума. Это всё зависит от того, как воспринимать мир. Если вы говорите, есть, он усиливаться будет. Видите? Видите, сейчас мы всю лекцию будем слушать об этом. Раньше мы вообще его не слышали. Это называется негативное восприятие мира. Есть позитивное восприятие, когда люди воспринимают главное, а второе степенное отбрасывают. Есть негативное, когда люди воспринимают второстепенное, и главное в результате приходится отбрасывать. Нужно настроиться на лекцию. Наша судьба такова. Будет шум или не будет, мы должны эту лекцию прочитать и услышать. Правда ведь? Условия разные. Слава Богу, что вообще лекция состоялась. Потому что она могла и не состояться. Знаете об этом? Итак, тактильное чувство предназначено для того, чтобы в сознании человека было в чистоте, чтобы он кристально ясно воспринимал мир. Поэтому нужна чистота в квартире, чистота тела. Поэтому человек должен мыться каждый день под душем. Для того, чтобы снять с себя грязь, которая накопилась ночью, когда он спал. Человек, когда спит, он в невежестве находится. Ему нужно помыться под душем с утра, чтобы снять это невежество, убрать. Чтобы психика была свободной от тактильной грязи. Это тонкая грязь также. Может быть, внешне казаться, что всё чисто, а внутри эта грязь существует. Следующее чувство — это чувство зрения. Оно связано чисто с умом. Оно не побеждает судьбу. Оно испытывает счастье. Чувство зрения даёт возможность человека понять, другого человека, его суть, его жизни. Например, через глаза видно период жизни человека, напряжён он или нет. Видно, счастлив он или несчастен. Видно, понимает он тебя или не понимает. Видно любому человеку через глаза. Видно, потому что глаза — это зеркало ума, а не зеркало души. Вот тонкое тело ума живёт через глаза и взаимодействует с этим миром. Подтверждение. Она будет периодически подтверждать всё. Следующее чувство — это чувство вкуса. Оно предназначено для того, чтобы давать силы человеку. Если человек кушает вкусную пищу, он становится сильным. Если кушает невкусную, то его энергия, его психическая энергия трансформируется. Если невкусная пища неправильно подобрана, тогда в этом случае он портит все здоровье. А если она подобрана врачом, тогда в этом случае трансформация энергии приводит к улучшению здоровья. Поэтому все лекарства невкусные по этой причине. За исключением тех, которые должны увеличить силу. Например, если вы лежите ослабленный после операции, и вам дают что-то невкусное, вам не надо этого пить или есть. А если дают что-то вкусное, тогда надо это использовать. Потому что вкусная пища увеличивает силу человека, делает его сильным. А невкусная меняет энергетику человека. Видите, как важно знать, как правильно, как работает наш организм, сразу инструменты получаются в жизни. Чувство обоняния связано с грубым телом. Когда мы нюхаем, идет связь с грубым телом. Означает, что все, что пахнет вокруг нас, это влияет на наш организм, на грубое тело. Поэтому женщина отказывается жить в квартире, где для нее плохо пахнет. Она просто вынесет мозги. Поэтому муж, прежде чем покупать квартиру, должен посадить жену посреди квартиры, чтобы она понюхала. Если ей нравится, как пахнет, тогда нет проблем. Потому что женщина привязана к территории в 6 раз сильнее, чем мужчина. Некоторые мужчины говорят, почему женщина, меня жена мучает по поводу жилплощади постоянно. Потому что она больше зависит от жилплощади. Женщина контролирует территорию. А мужчина влияние на других. Мужчина очень сильно беспокоится, если он неэффективен, невлиятелен. А женщина беспокоится, если не хватает территории. Или территория не расположена, как она хочет. Например, если муж решил сделать жене подарок, перетоновку в квартире, жена приходит, и видит, что все переставлено, а в шоке. Или не подарок? Абсолютно не подарок. Женщины согласны? Не доверяете мужчинам, как расставлять квартиру. Правда? Нет. Потому что это женская сфера жизни. Мужчины не должны лезть в эту сферу. Больше того, вся квартира имеет женскую энергию. Шторки не флажочками, а цветочками. Это женская энергия, флажочки мужская. Кроватка цветочками, одежда цветочками, вся домашняя. Правда? Там никто в мундирах же не ходит. Правда? В это дома. Домашняя означает такая нежная женская энергия. Вот теперь. Собачки даже все, кошечки, все бегают в женской энергии. Они все такие красивые, нарядные, с этими бантиками. Женская энергия все. Не мужская. Мужчина приходит на территорию жены домой. И она говорит, стоп, это сюда не ставить, это не ставить. Вот туда ты так проходишь, аккуратно туда, 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 туда. И в свой кабинет. Но когда он заходит в свой кабинет, там тоже все жена расставила, как считает нужным. Даже в его кабинете. Если он будет ставить на свое место, он потом будет замечать, что этот предмет опять переместился туда, куда жена хочет. И пока он не примет этого, он не сможет быть счастливым. Им надо принять просто. по этой причине две женщины, которые живут на одной территории, они становятся врагами. Каждая контролирует территорию по-своему. В результате вражда неизбежна. За исключением тех случаев, когда из любви младшая женщина принимает возможность старшей контролировать территорию. Подчиняется ее в этом вопросе. Сотрудничает. Итак, у нас есть пять чувств. Они все связаны с разными частями нашей психики. Это надо знать. Поэтому только через двух происходит победа над судьбой. Поэтому люди молятся. Молиться надо вслух. Иначе победы не будут. Потому что, когда человек думает, это функция ума. А когда человек что-то произносит, это функция разума. Например, если идет война, я «Ура!» кричу про себя. Победы не будет. Надо кричать слух. Понятно? «Ура!» надо кричать слух. А на жену надо кричать про себя. Если хочется, конечно. Если не хочется, то и не надо. Все лучше. Теперь двигаемся вперед. Функции разума. Разум предназначен, когда счастья нет, он должен его найти. И поэтому у человека существуют цели. Что такое цель? Это постоянный источник счастья. Когда человек выбирает правильную цель в жизни, он гарантированно получает себе счастье. Но если его высшая цель в жизни неправильная, то в какой-то момент счастье обрывается, он становится несчастным. Высшую цель в жизни нельзя выбирать неправильно. Но она всегда выбирается неправильно, если мы не знаем, как правильно. Например, естественно, женщина выбирает высшую цель в жизни своего ребенка. Это неправильно. Высшей целью жизни может быть только тот источник счастья, который не прекращает своего действия. Ребенок в 12 лет переключается от мамы на другой объект. И мама потом мучается из-за этого. Она думает, почему он мне не звонит, не пишет, не думает обо мне. Эта связь имеет временную природу, такая сильная, сильная связь. Но когда человек настроен на святость, на Бога, на высшее счастье, тогда это никогда не прекращается. Видите, мы ввели сразу в тему, что есть еще энергия Бога какая-то. Многие люди вообще не понимают, что это такое. Есть три аспекта влияния Бога на нас. Три аспекта. Первый аспект — это природа. Когда человек верит в природу, он здоров. Здоровье человек получает от веры в природу. И по этой причине люди массово устремляются туда, где одновременно есть земля, солнце и вода. На курорт. Они хотят на курорт, потому что там есть здоровье. Они восстанавливаются. Они могут без этого жить. Им надо поехать восстановиться, силы набраться. Но можно получать силы так же, где ты живешь. Для этого нужно верить в природу в том месте, где ты живешь. В городе меньше природы. Чем больше человек что-то делает, там меньше здоровья. Ну, то есть, если мы переделали яблоки, в них меньше здоровья. Если яблоки создана природа, в них больше здоровья. Называется натуральные продукты. Если мы живем в доме в лесу, тогда там больше элитнее жилье. Если дом весь окружен домами, тогда там меньше здоровья. Если мы живем ниже к земле, ближе к земле, там больше здоровья. выше земли меньше, выше от земли меньше здоровья. Когда человек живёт на высоких этажах, у него психика напрягается, ему тяжелее жить. Но если это так в вашей жизни, это надо принять, и учиться это убирать. Знаете, мы должны сейчас, наша цель, нашей беседы — понять, что происходит. Все эти лекции, которые проводятся, они предназначены для того, чтобы человек переоценку своей жизни, своей судьбы сделал в соответствии с каким-то знанием более глубоким. Например, мой анализ показывает, что сейчас бесплодие женское — одно из главных факторов — это высокоэтажная жизнь. Потому что женщина берёт силы для зачатия и рождения детей от земли и от воды. Если она далеко от земли живёт, то и не хватает энергии земли. Ну хорошо, Олег Геннадьевич расстроил. Что мне делать? Я живу высоко. Поднимите руку, кто высоко живёт. Вам надо больше гулять по земле и любить землю. Когда вы просто думаете о земле через мысли, вы получаете то же самое. Вопрос в контакте просто и всё. Вот почему напряжение внутри, почему тяжесть в голове бывает иногда? Это от того, что дал высоко над землёй. Не хватает контакта с землёй. Я вам конкретно говорю всё. Нет, вот дальше, девушка, сзади. Так, первый аспект Бога — это природа. Если человек не верит в природу, он не может быть здоровым. И когда человеку плохо, он может обратиться к природе в своём уме. «Серой птицей лесной из далёких веков я к тебе прилетаю, Беловежская пуща». И если проанализировать, почему он так себя ведёт, почему он говорит, «Здесь родительский дом он поёт». То есть я здесь жил раньше. То есть он поверил, он почувствовал природу, потому что здесь родительский дом. И поэтому, когда ему тяжело, он прилетает к Беловежскую пущу своим умом. А когда человек умом действует, он не может это описать, поэтому он всегда образно это воспринимает, что он как серая птица туда летит, в эту пущу Беловежскую. И он очень с любовью описывает её. Он говорит, «Заповедный мотив, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром стоющим». Видите, я когда спел, лучше стало понятно, правда, что нужно с природой контактировать. Или второй вариант. «А я лягу-прилягу, хай гостинца старого, и хай накроет туман». Ну то есть отдыхает человек на природе, набирается сил. Но встал он, взял на крылечке, лёг и всю ночь проспал, потому что он контакт имеет с природой. Мы заболеем, если будем спать всю ночь. Нет контакта. Вера даёт обмен энергии. Гарантию, что ты не заболеешь. Вера во что-то. «На дальней станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь, по васильковой тихой, синей тишине». Ну то есть, он говорит, с былым наедине. Почему с былым наедине? Опять то же самое. Он поверил в природу. «Здесь всё моё, и мы, и мы отсюда родом, и Васики, и я, и тополя». Но мы должны научиться быть здоровыми, даже если мы в городе родились. Это уже означает познание мира, правильное отношение. Нужно учиться любить природу. Когда человек сильно напряжён, ему не хватает контакта с землёй. Я вам как врач уже рассказываю. Когда человек чувствует дисгармонию, дисбаланс, ему не хватает контакта с водой. Эти два вида дисгармонии присущи женскому началу. Женское начало беспокойно, напряжённое. И ему не хватает покоя. Это то, что женщина должна всегда быть этим наполнена. Это и есть женская красота. Два вида женской красоты. Гармония и покой. Когда женщина гармонично себя чувствует и спокойно, она становится красивой. Наполняется красотой. Красота — это же энергия. Это сила женщины.